Встречайте, Владислав Черных! Владислав, учитесь, работаете. И учусь, и работаю. Учусь, сейчас поступление идёт, так как недавно вернулся с армии, а работаю в компании крупной, маркетологом. А в армии служили? Здесь, в Москве, метро Тульско-Семерновский полк. Хорошо. Всё рядом. А мнемотехника в армии, это необходимо? На самом деле, да, потому что у нас служба была, то, что мы несли на КПП, именно на вахте. Безумно помогало, когда при пропуске посетителей через пост именно ты запоминал лица, чтобы безоговорочно выдавать им документы. И все данные пропуска? Конечно. Неотъемлемая часть. Прекрасно. Ну ладно, сейчас проверим. Можно ли с помощью мнемотехники запомнить расположение более ста предметов? Проверим прямо сейчас. Мы начинаем испытания для Владислава Черных. Итак, добро пожаловать в наш магазин спортивных товаров. На стендах вы видите больше ста различных предметов. Сейчас у Владислава будет три минуты, чтобы запомнить порядок этих предметов. Вы готовы? Я всегда готов. Тогда прошу, время пошло. Осталось две минуты. Все, я готов. У вас еще минуты впереди? Я готов. Вы уверены? На сто процентов. Вам аплодисменты. Чисто это да. Теперь мы наденем на Владиславу наушники с белым шумом и завяжем ему глаза. После чего каждый из звездных гостей поменяет местами две пары предметов. После чего я попрошу нашего героя восстановить изначальный порядок предметов. Отправляйтесь в кресло. Ассистенты, завяжите Владиславу глаза и наденьте на Владислава наушники с белым шумом. Готовы? Владислав. Владислав. Профессор, начнем с вас. Прошу. Я хочу поменять местами этот предмет. Этот предмет? С каким же? Это была моя идея. Так, это была первая замена. Я хочу поменять этот предмет. Этот предмет? О, вот так. Ну тогда найдите пару этому движения. О-о-о. О-о-о. Василий, спасибо большое. Спасибо. Прошло. Наталья, прошу вас. Та ж такая красивая, а. Просто. Так, я хочу взять вот этот предмет и поменяю его вот с этим предметом. Да, пожалуйста. Вот так вот. И можно я вот этот предмет. Поменяем. Давайте-ка вот с этим. Да. Вот так вот можно будет, да, сделать? Да, привязанность к определенному виду спорта видна. Ну так. Наташа, спасибо вам большое. Спасибо. Евгений, прошу вас. Так, вижу. Я хочу поменять вот этот. Помочь, Жень? Нет. Что-то вы... Я легкий, но сильный. С вот этим. Евгений работает с крупной формой исключительно. Жень, это даже я замечу, что поменяли. Так. Мне кажется, здесь майка футбольного клуба «Милан». Этот предмет я бы... А, хорошо, да. Так, этот предмет я поменяю с вот этим предметом. Вот так. Вот так вы поступили, да? Хорошо. Хорошо. Ну, коварно. И, наконец, Ольга, прошу вас внести беспорядок в наш спортивный магазин. Ну, я сделаю все намного пикантнее. Даже вот так. Оля, вот это... Да. Два предмета мы увидели. И вы знаете, вот на этой полке... Вот этот предмет. Так. Я бы хотела просто вот так сделать. Ага. Как вы считаете? Нет, она надувная, конечно. Все? Ольга, аплодисменты. Спасибо большое. Спасибо. Итак, я иду к Владиславу. Владислав, прошу вас, снимайте наушники. И повязку. Владислав, вы помните, что каждый наш звездный гость так или иначе взаимодействовал с четырьмя предметами. И того 16 предметов что-то изменилось с ними. С момента обитания. Да, да, да. Вы готовы? Я всегда. Как-то вы легкомысленно к этому относитесь. Я готов всегда. С картинкой перед глазами. Просто картинка перед глазами. Я не буду вам мешать. Я, да. Владислав Черных начинает свое испытание. Владислав, прошу. Спасибо. Розовый мячик был у нас в беговой дорожке. Беговая дорожка. Ее менять местами, просто она стояла вот здесь вот за место палаты. Нет, нет, давайте уже восстановим все, как было раньше. Неси обратно. Я помогу. Ладно. В общем, если переезжать, то Женя просечь. Ну, тем не менее. Лицом сюда. Ну, вот так вот. Примерно 45 градусов на меня. Владислав все-таки задействовал звездных гостей. Жень, спасибо огромное за помощь, но это вы сами виноваты. Оля, ты доверяешь. Владислав, продолжайте, прошу вас. Да, два мячика. Они были местами поменены. То есть зеленый был в воротах, а голубой стоял вот здесь у стола. Ха-ха-ха. Давайте пока не будем помогать Владиславу подтверждением его идей. Ракетки. Красный лежал вот так, то есть они лежали друг напротив друга. Да, да. Дальше. Обруч. Обруч у нас был вот здесь вместе с этим обручем. А вот это вот. А, кстати, вы не знаете, как называется этот предмет? Лабу, то есть его надевают на руку и удар ногой. У Наташи потом уточни. Обруч у нас был здесь. Да, так. Дальше. Футболка на манекене. Она была на вешалке. Жень. Она была у нас перед вот этой футболкой. Вот так. А вот эти две футболки поменены местами. То есть это вот так. Вот эта у нас была вот здесь. Это все правильно. Вы уверены? Да, 15%. Продолжайте. Так, переходим сюда. Вот это вот капа и пиннер, они были поменены местами. То есть капа у нас была здесь. И вот этот тренажер кистьевой, да? Да, тренажер кистью здесь. Гири поменены местами. Синяя была слева, а большая гирь была справа. Ну, если вы уверены, давайте вернем это. Так, струна, валанчик. Сноуборд был в другую сторону. Вот так вот повернут у нас. Он лежал синхронно с, получается, ракетками для буринга и портфелем. Владислав, у вас остался один ненайденный предмет. Ну, изменения в нем. Оставайся. Щитки задом наперед лежат. Уверены? Щитки, они были вот сюда, лицом. Все, больше изменений не вижу. Владислав. Итак, в последний раз я спрашиваю вас. На сто процентов уверен. Вы уверены, что вы нашли все изменения в нашем спортивном магазине? Да. 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 Итак. Владислав, есть один предмет, изменения в котором вы не заметили. Просто самое коварное изменение внес профессор Ключарев. Вот этот мяч был просто повернут вокруг своей оси. Вся шнуровка должна была быть наружу. Но это правда, это было коварно, я понимаю. Пригласен. Владислав Черных, аплодисменты. Удивительные люди. Удивительные. Потрясающе. Потрясающе.